Привет, Типот! Недавно в Телеграм добавили анимированные стикеры. Но возник один вопрос. Как сделать эти чертовы анимированные стикеры? Сегодня я вам на него отвечу. Для начала нам нужен мощный ПК. Подайте мне. Отличный выбор. И так как мы работаем с графикой, нам понадобится еще очень хороший монитор. Итак, установите TheXP Инсталлер. Он нужен для того, чтобы установить плагин Телеграма. Заходите на официальный сайт. Ссылки на все сайты будут в описании. И нажимаете Download for Windows. После скачания TheXP Инсталлера нам нужно скачать плагин BodymovingTG.ZXP. Его тоже можно скачать по ссылке в описании. Тут нужно выбрать BodymovingTG.ZXP. Вот он. Кликайте по нему и он у вас скачивается. Когда плагин скачался, запускайте программу TheXP Инсталлер. И перетягивайте туда плагин BodymovingTG.ZXP. Вот. Теперь у нас установлен плагин. Но это еще не все. Теперь запускаем программу After Effects. После запуска зайдите в Edit. На русском правка. Дальше Preferences. И общие. И проверьте, чтобы у вас стоял флажок на Allow Scripts to Write Files and Access Network. На русском это разрешить сценариям записывать файлы и получать доступ к сети. И нажимаете ОК. В меню Windows вы должны выбрать Extensions. И проверить, что здесь есть Bodymoving for Telegram Stickers. Если он здесь есть, значит плагин успешно установился. Вот. Для начала нарисуйте стикер в Adobe Illustrator. Потому что нам нужен векторный стикер с размером 512 на 512 пикселей. Это важно! И разделите его по слоям, чтобы потом было легче анимировать. Вот у меня есть смайлик. Теперь его нужно сохранить. Файл. Сохранить как. И выбирайте место для сохранения. Теперь заходим снова в After Effects и перетаскиваем файл иллюстратора в программу. Создаем новую композицию и делаем ей такой же размер, как и у стикера. И можете выбрать любое значение кадров в секунду. Я советую выбрать 30 или 60 фпс. И теперь вам нужно нажать правой кнопкой мыши на файл иллюстратора. И нажать Create. Create shapes for vector layers. Это нужно, чтобы превратить наш стикер в форму. И анимировать его. Анимация должна длиться не больше 3 секунд. Потому что Павел Дуров так захотел. Ну а теперь просто сделайте любую анимацию, нажимая на ключевые кадры и перетягивая формы. И еще, с этим плагином нельзя использовать эффекты After Effects и слой Solid. Не добавляйте изображения, потому что у вас может возникнуть ошибка. Composition should not include any images. Итак, когда мы сделали анимацию, нам нужно экспортировать ее в формат для стикеров Telegram. Для этого перейдите в Windows, Extensions и выберите плагин Bodymoving for Telegram Stickers. Так, теперь ставите галочку на нашей композиции и выбирайте расположение, куда экспортируется стикер. И нажимаем кнопку Render. Ура! Мы создали нечто крутое или нет. И теперь нам нужно создать свой стикер пак. Переходим в Telegram. Ищем стикер бота. Просто в поиске пишем стикер, чтобы его найти. Пишем ему команду New Animated. И нажимаем Enter. Теперь вам нужно написать название для вашего набора стикеров. Допустим, анимированные эмоции. Теперь вам нужно отправить стикер, который мы сделали в After Effects. Проверьте, чтобы он был в формате TGS. И перетягивайте его в Telegram бота. Нажимайте отправить. Готово. Теперь вам нужно отправить смайл, который соответствует этому стикеру. Отправляете. И теперь нажимайте Publish. Или вы можете еще отправить несколько стикеров. Я нажимаю Publish. И выбирайте анимированные эмоции. Это набор стикеров, которые мы хотим опубликовать. Также вы можете выбрать иконку для набора анимированных стикеров. Но мне это не нужно, поэтому я нажимаю Skip. И теперь напишите ключевую фразу, через которую ваш стикер пак могут найти. Ключевая фраза должна быть не занята. Нажимайте Enter. Готово. Теперь вы можете поделиться этой ссылкой с вашими друзьями. Если они у вас есть. И использовать этот стикер пак. Все ссылки будут в описании, а свои вопросы пишите в комментариях. Спасибо за просмотр и пока. Заберите этот нищий комп. Субтитры сделал DimaTorzok